Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Такой вопрос, почему люди часто, да вообще не часто, мало кто пишет цели, то есть на жизнь и так далее, там по работе, или в чем они вообще хотят продвинуться? Да, это, к сожалению, это так, как показывает статистика, о которой я много раз говорил, что действительно 3% людей, мы проводили исследования в Гарвардском и Вильском университетах, что 3% людей ставят цели и прописывают их. Где-то 12-13% имеют цели, но не прописывают их. И остальная часть, то есть больше, да, 80 с лишним процентов, вообще не ставят и не осознают свои цели. И в дальнейшем также эта статистика подтверждает то, что те люди, которые прописывали и ставили цели, ну в плане материальном, допустим, что они зарабатывали через 20 лет больше в 10 раз, чем вся остальная сумма людей, да, вот этих процентов людей. То есть сколько там процентов? Где-то 90 с лишним, да, 97%. А те, кто имел в голове эти цели, то есть 12-13%, они зарабатывали больше, чем 80 с лишним процентов людей в 2 раза. То есть это, ну, явная статистика. А почему не ставят цели? Потому что нас попросту не учат этому. Да, в школе нас не учат ставить цели. Ну и я лично не знаю, в каких школах есть там какой-то предмет, в котором вы тебе посвятили тому, что нужно ставить цели и добиваться. Да, в спорте могут, ну, родители отдают детей, ну, они понимают, что там нужно, там, не знаю, мастером спорта стать в каком-то виде спорта или соревнования выиграть. Вот, и, как правило, это должны прививать родителей, в первую очередь, ну, мальчикам, да, отцы. И, ну, как бы, это одна из основных причин. То есть все в воспитании, в воспитании, в образовании. И, как правило, ну, в дальнейшем если человек не, ну, как-то, человек ограничивается целями такими базовыми. То есть там, закончить школу, поступить в университет, получить образование, там, строиться на работу, дом, семья, ипотека, там, ну, как бы, такие цели, которые вообще приняты, и которые, ну, как бы, может быть, они даже и кому-то, ну, не по душе, скажем так, да, то есть, ну, там, 25 лет, там, ипотека, да нафиг она нужна. Вот. И, ну, со временем, когда человек становится более осознанным, особенно если он развивается, как-то посещает тренинги, курсы, читает книги, изучает что-то, он приходит к уровню осознанности и понимает, что нужно ставить цели. По себе скажу, что я тоже, мне не учили в детстве ставить цели и там, чего-то добиваться, достигать. Я жил так же какими-то своими базовыми целями, потребностями. Закончил школу, там, поступил в университет, ну, и, там, год отучившись, я понял, что это, ну, как бы, не мое, мне это не нравится. И после я попадал на тренинги, и там мы ставили цели, ну, в рамках конкретного тренинга, да, я понял, что нужно в целом ставить цели не только в какой-то сфере, а в целом на жизнь. И посмотрите на биографии каких-то, там, больших успешных людей, да, что у них у всех были цели, миссии жизни, ради которых они просыпались утром и понимали, что, ну, им хочется жить. Поэтому это очень важно ставить цели и осознанно на день, там, на месяц, на несколько лет вперед. И из этого, как бы, может появиться цель жизни в целом. Вот, и это очень важно иметь цель в жизни, которая, может быть, даже, ну, скажем так, за пределами нашей жизни. То есть она не материальная, не, там, машина-квартира, да, а именно какие-то такие глобальные и за пределами жизни находящиеся цели. Вот, поэтому это очень важно. Спасибо.